Тишину в зале суда нарушает звук закрывающейся решетки. Посмотреть в глаза убийцы и выслушать приговор приехали друзья погибшего Антона Феоктистова. Но рассказать о событиях роковой ночи никто из них так и не решился. Эти кадры камеры видеонаблюдения были сняты в кафе в ночь трагедии. На записи видно, как Антон бьет молодого человека в лицо. Завязывается массовая драка. Именно в ней болельщик Спартака получил удар ножом в шею и буквально через две минуты скончался. А сложиться все могло иначе. Сразу после убийства Иснаил Джанов скрылся чуть позже, недалеко от места преступления. Его по горячим следам задержали полицейские. Кто изначально был инициатором конфликта, так и не удалось выяснить. Следователи уверены в одном. Назвать действия Иснаил Джанова самообороной, на чем настаивал его адвокат, невозможно. Со стороны как потерпевшего, как ряженцев, так шпаг имело место преступное постигательство на здоровье подзащитного Иснаил Джанова, который реально их не мог отразить и у которого возникло право на необходимую оборону. За весь процесс рассмотрения дела, по словам потерпевших, Иснаил Джанов так и не раскаялся в содеянном и даже не попросил прощения. В последнем слове лишь одно предложение. Выслушав выступление сторон, суд приговорил Иснаил Джанова к 12 годам колонии строгого режима. Это решение защиты осужденного намерено обжаловать. А вот Антон феоктистов очередную игру любимой команды увидеть так и не смог. Убийство произошло накануне. У погибшего остались мать, младшая сестра, жена и двое маленьких детей. Павел Баймаков, Константин Головин. События.